Привет, друзья! С вами Денис Семенихин, и в этом блоге мы говорим о правильном питании для достижения идеальной физической формы. И я думаю, что настало время поговорить о рационе питания для эндоморфа. И в качестве этого типичного эндоморфа, по большинству ваших пожеланий в комментариях, мы выбираем рэпера по имени Rick Ross. Поехали! Чем кормить будем Rick Ross? Кормить будем супом! Друзья, вы столько раз просили меня приготовить суп, что у меня уже просто нет отговорок для того, чтобы не приготовить суп. Хотя это действительно сверхзадача для меня, но я попытаюсь сделать, во-первых, суп вкусный, во-вторых, суп, где все ингредиенты будут находиться именно в той пропорции, в которой человеку с телосложением Rick Ross нужно получать в течение суток. То есть мы приготовим один прием пищи, который, если умножить на 5 приемов пищи в течение дня, даст именно ту картину питания, которая и необходима, чтобы человеку с ростом 183 см и весом, я думаю, что килограммов 130-140 смело снизить свой вес хотя бы до 100 килограммов. Итак, какие ингредиенты основные сегодня? В качестве источника углеводов 70 граммов лапши. Ребят, 70 граммов сухой вес по углеводам это 50 граммов сложных углеводов. Вы, кстати, сомневались, сложные или простые углеводы лапша, это, конечно, сложные углеводы. Дальше. Куриная грудка весом 200 граммов. Я специально уже, видите, у меня весы, весы, которыми я пользуюсь. Так вот, значит, на весах взвесил 200 граммов куриной грудки, то есть где-то 40 граммов белка качественного. А остальное практически без калорий. Спаржа для вкуса, морковка для вкуса, перец для вкуса и луковица. Не знаю, сколько мы положим, Виколь. Половину? Половину луковицы. Немного соевого соуса, кстати, тоже, друзья, насчет соевого соуса. Вы все время спрашиваете меня насчет соли. Я реально соль в блюдо не кладу, действительно. Не потому что очень хочу положить, но запрещаю себе, а потому что просто мне вкусно и без соли. Но здесь соли, как вы понимаете, огромное количество. Мы немного при предварительной пожарке куриной грудки как-то спрыснем ее соевым соусом. Так что соль немного попадет. Так, ну что, начнем. Так, режем куриную грудку. Как я уже все больше чувствую, какой-то появляющийся навык нарезание. Вика, скажи, куски мельче, крупнее. Все, кладу, да? Так, ребят, ну как вы поняли, все без масла, как всегда. Главное не разрезать пальцы себя. Так, и дальше чего? Дальше как? Вот так? Вот так или вот так? Значит, это у нас предварительный пожар куриной грудки. Как вкусно! Кто бы мог подумать, еще даже соевого соуса не добавляли, а уже пахнет. Готовить голодным просто нельзя. Вот это 40 граммов белка качественного и минимальное количество лука. То есть вы понимаете, что это порядка 160 калорий. И вот это уже своего рода диетическое блюдо, которое создает мега-дефицит энергии. В силу того, что здесь просто отсутствуют углеводы. Теперь, смотрите, я немножко, немножко прочитал в рецепте, что можно немножко спрыснуть это дело соевым соусом. Достаточно, наверное, да? Так, теперь... Вика, а перец вот так или мельче? Мельче? То есть еще и вот так, да? На 80. На 80. Мне кажется, перец могу порезать на 80. Ну, все, нормально? Так, вода предварительно закипела. Так, теперь минимально порежем спаржу. Вот так вот, хотя бы на 3. Ну что? И все? И макароны? Да? Последние. Ну и пока суп готовится, я расскажу вам о том, каким образом должен строиться рацион для эндоморфа в течение дня. Ребята, вот сейчас слушайте меня очень внимательно, потому что я вам попытаюсь объяснить логику того, как работает человеческий организм. Итак, для вас мы предполагаем вес 130 килограммов и нужно сделать минус 30. Естественно, корректируйте для своего веса, это вы все сами поймете. В данном случае 130 минус 30, целевой вес 100. Для 100 килограммов мы рассчитываем с вами пропорции. При условии тренировок 4-5 раз в неделю это будет 2 грамма белка на килограмм веса тела, на килограмм веса тела целевого. То есть 100 килограммов цель, 200 граммов белка в сутки будет. И мы берем 2,5 граммов углеводов, как пример, сейчас я вам расскажу логику, как пример 2,5 граммов углеводов на 1 килограмм веса тела. То есть 250 граммов углеводов в сутки. Жиры мы устанавливаем на уровне 0,5 грамма на килограмм веса тела, то есть 50 граммов в сутки. Это и есть ваш суточный рацион. Что с вами будет происходить в первые 1,5-2 месяца? Значит, если у вас хватит силы воли придерживаться этой системы питания и при этом двигаться и тренироваться, то результат, естественно, наибольший и самый впечатляющий будет в первые те самые 1,5-2 месяца. Но, ребят, во-первых, сразу хочу вас предупредить. С точки зрения психологической нагрузки это тяжело. Не мне вам рассказывать, что это тяжело. Поэтому вам иногда будет хотеться нарушить. Фиксируйте нарушения. Записывайте себе в телефон, записывайте на листочке бумаги. Там, не знаю, схватил где-то вафлю. Зафиксируйте. Смотрите, чтобы количество этих нарушений в течение дня не было слишком великим. Итак, фиксируйте нарушения. То есть, вот у вас есть основная дисциплина. Во-первых, смотрите. О, уже. Хорошо вообще-то. Показать? Значит, ребят, насчет дисциплины. Сразу хочу вас предупредить. Никто и никогда и нигде, никогда в жизни я не слышал, чтобы люди на 100% следовали своей диете. То есть, сразу запомните это. Все нарушают. Другой вопрос. Сколько процентов этого нарушения вы себе позволите? Я скажу так, что если вы действительно поставили себе цель, и вы хотите во что бы то ни стало ее добиться, например, к лету, условно говоря, да, как бы пляжный сезон, неплохой повод убрать эти 30 килограммов. Ребят, нарушения должны быть, ну, 10%. Но не 30%. То есть, условно говоря, если мы договорились, что вы едите 250 граммов углеводов и 200 граммов белка, но вы можете в какой-то из дней съесть лишние 50 граммов углеводов. Но что я вам советую? Попробуйте компенсировать это нарушение тем, что перед сном вы выйдете на улицу и прогуляетесь полчаса или пробежитесь трусцой. Сделайте что-то, чтобы сказать себе, в конце дня я скорректировал свои нарушения. Нарушения будут, но и коррекция может быть дополнительная. Дальше. Через полтора-два месяца снижение веса остановится, потому что организм регулирует обмен веществ и замедляет обмен веществ, и, соответственно, организм найдет вот это вот энергетическое равновесие. Вам надо дальше сдвигать энергетическое равновесие. Что вы делаете тогда? Вот это самое главное. Вы пытаетесь повысить прием углеводов, и повысить расход энергии. То есть вы вот эти вечерние пробежки-прогулки через два месяца увеличиваете в интенсивности и углеводы поднимаете с двух с половиной граммов на три грамма или на три с половиной грамма в сутки. Но старайтесь сделать так, чтобы вес, собственный вес тела не увеличивался. И следующий месяц вы пытаетесь стабилизироваться, увеличив прием углеводов, а белки оставив на том же уровне два грамма на килограмм веса тела. Как только вы в течение месяца стабилизировались, вы опять убираете этот грамм, то есть с трех с половиной вы снижаетесь на два с половиной, и опять начинаете следующий этап. Эффект не будет, как в первые полтора-два месяца, но еще килограммов пять-семь, может быть, десять у вас уйдет. То есть сначала идет дефицит, организм снижает вес тела, стабилизируется, потом вы пытаетесь поднять прием углеводов и увеличить расход энергии. Вот таким образом вы это делаете. Ну, что, надо смотреть, что с супом с нашим. Насчет супа. Вот она, великая сила супа. Вот это 600 миллилитров воды, 50 граммов углеводов, это 200 калорий и 40 граммов белка. В общем, здесь у нас 360 калорий и какой-то мизер калорий из овощей, ну, может быть, там 20 калорий, 30 каких-то. То есть здесь меньше 400 калорий, это огромный прием пищи, и кто скажет, что это тяжело? Тяжело. О, не дают есть, не дают есть. Да вот, пожалуйста, питайся. Я бы даже не поверил, если бы мне принесли, что это диетическое блюдо. Ну что, пробую. Вообще нормально. Вот это уже тема. Нормальный суп вообще. Нормальный суп. Круто. Просто, просто супер. Вот, ребят, удон. Удон по-семенихински. Ну вот, ребят, приготовили мы с вами суп в пределах 400 калорий. Естественно, что 5 раз в день вы такой суп есть не будете, но на примере этого супа вы поняли, что даже 5 подобных приемов в течение дня для вас, ребят, которые весят 130 килограммов или у которых просто избыточный вес порядка 30 килограммов, подобные 5 приемов дадут вам дефицит энергии при условии, что вы будете все-таки энергию тратить, а не только сидеть за компьютером и смотреть всевозможные блоги в Ютьюбе и так далее. Дальше. Девушки, дорогие, хочу обратиться и к вам, те, кто смотрит мой блог. Те из вас, у кого, как кто-то написал, такие сочные попы, как у Дженнифер Лопеса, как у Бьонсе, как у Алиша Киз. Вы можете использовать подход, который сегодня был дан для эндоморфов, вы можете использовать этот же подход в своем питании, то есть 2,5-3 грамма углеводов на килограмм веса тела и 2 грамма белка. Причем, девчонки, вам на самом деле даже 2 грамма белка на килограмм веса тела не нужно. Полутора граммов белка на 1 килограмм вполне достаточно, а по углеводам закон тот же. Единственное, что вам не надо это делать многоэтапно, как я рассказал сегодня для таких уже радикальных эндоморфов типа Рика Росса. То есть вам достаточно просто на 2 месяца попробовать упереться вот в такой вот режим питания и результат не заставит себя ждать. Но единственное, не истязайте себя слишком сильно, потому что, помните, женское здоровье все-таки вещь такая более хрупкая, что ли, скажем, поэтому надо себя беречь. Ну вот, ребят, что я могу вам сказать еще раз. Спасибо за ваши комментарии, спасибо, что смотрите. Тренируйтесь, смотрите блог Суперфитнес, подписывайтесь на этот блог и удачи вам. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok